и всем привет заканчивается июль 2020 неспокойного такого года не спокойный месяц но для нас месяц кстати выдался весьма продуктивным выпускали много интересных материалов и заканчиваем месяц прямо я считаю на мажорной ноте потому что сегодня у нас в гостях будут специалисты из лаборатории касперского говорить мы будем как вы уже все знаете про такую интереснейшую тему как security operation center потому что все мы про это слышали все мы считаем что это наверное что-то про кгб фсб за бетонными дверьми банковскими то есть мало чего знаем и вот сегодня я думаю нам как раз таки расскажут как это на самом деле все это дело обстоит от линк мяпа сегодня будет соответственно я с саша фатина он же лохматый мамонт за трансляцией внимательно следит антон крутит ручки если бы он курил очень нервный курит и лёша снейк тоже у нас в студии а со стороны лаборатории касперского у нас сегодня в гостях павел таратынов архитектор центров информационной безопасности и александр мазикин security intelligence solution group менеджер чтобы это еще значило чтоб я знал но звучит солидно но я думаю сейчас коллеги нам сами представятся и как раз таки все это объяснят павел александр здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуй саша павел таратынов лаборатории касперского отвечаю за развитие двух направлений за развитие поддержку продаж направлений cm и сок на глобальном рынке то есть везде где присутствует лаборатория касперского всем привет саш мазикин по-русски моя должность звучит более бразаично менеджер по развитию продаж сервисов безопасности отвечаю за сервисное портфолио и за сайт антеллидженс отлично отлично ну что ж давайте тогда не мудроства и лукава собственно начнем сначала то есть давайте все таки разберемся что же такое сок то есть отбросим мифы и посмотрим на суровую реальность поэтому вот расскажите нам все таки на самом деле это что это это целый департамент это отдельный человек это бетонный бункер что такое сок давай я начну саш мазикин будет меня дополнять по ходу дела и мы периодически будем передавать друг другу слова вообще вокруг сок очень много разных интерпретаций очень по-разному интерпретируют термин это сейчас такая хайповая тема и все пытаются так немножко к этой теме подключиться да сказать что вот у нас есть сок мы крутые мы классные все такое терминов много в общем то все сходятся на мнении что сок это такая комбинация из процессов технологий и людей которые одинаково важны одинаково нужны на мой взгляд здесь надо добавить что это все-таки первую очередь команда которая основная цель которой это обнаружение анализ и реагирование на инциденты и б вот как то так терминов действительно очень много по-разному могут называться эти команды некоторые называют там сок кто-то cyber сок advanced сок и так далее так далее сесерт и серт тоже смешиваются иногда в эти понятия но давайте чтобы сегодня для простоты мы все эти все эти вещи будем называть коротко сок чтобы не углубляться не не спорить о терминологии ну в общем да мы тут непрофильный инфобес поэтому особо углубляться не будем но у меня возникает такой вопрос хорошо я себе значит вот у меня есть какой-то не знаю офис на 10 машин да я поставил на каждую машину по антивирусу с алертами на свою почту там поставил условный забег с алертами на свою почту у меня теперь сок ну но но нет то есть давай тогда немножко вернемся назад и поговорим про уровни зрелости и вообще кому нужен сок и действительно ли он нужен всем как утверждают некоторые некоторые маркетинговые материалы а вообще мы в лаборатории для себя определяем несколько уровней зрелости которые зависят от нескольких вещей есть условно базовый какой-то уровень зрелости когда в компании начинают задумываться о вопросах информационной безопасности но при этом чаще всего нет какой-то выделенной команды безопасников безопасностью занимаются айтишники внедрены только какие-то базовые средства защиты как то антивирус firewall какие-нибудь может быть средства контроля доступа и так далее так далее это такой базовый уровень и но очевидно что прежде чем говорить о том что таким ребятам нужен сок нужно все-таки до дорасти до какого-то более зрелого состояния следующий уровень мы называем такой средний оптимальный уровень это когда все-таки появляется у компании у организации команда выделенная безопасников есть отдельные люди которые занимаются вопросами безопасности внедряются уже какие-то более продвинутые средства защиты такие как например продвинутые например сэндбоксы и диар или что-то и диар подобное и может быть какие то лог менеджмент возможно уже есть централизованный но при этом еще нет сок и нет команды которая бы скажем так на регулярной основе реагировала на инциденты реакции на инциденты это обычно какой-то эпизодический процесс что-то произошло что-то сломаешь там кто-то взломал какая-то вирусная атака и просто собираются люди с разных департаментов с разных отделов и как-то на это реагирует так подожди а ты же сказал что уже есть вот специальные люди которые занимаются безопасностью да хорош вопрос что они и не занимаются как да есть люди которые занимаются безопасностью которые например эксплуатируют те самые средства защиты настраивают какие-то правила фейерволи да там следят за там тем чтобы база антивируса были свежие обновляют обслуживают все эти средства защиты но нет именно постоянной выделенной команды которая бы занималась реагированием на инциденты и мониторингом security мониторингом это уже среду следующий уровень зрелости когда как раз можно говорить о появлении сок когда появляется выделенная команда которая пусть это несколько человек но которые full time занимаются мониторингом и занимаются реагированием на инциденты вот здесь уже можно говорить о появлении сок так или иначе конечно этим людям нужны специализированные инструменты ну обычно говорят о cm но cm это не единственное что необходимо в сок и скажем так cm не равно сок вот это очень частое заблуждение когда говорят о том что мы внедрили cm все у нас теперь есть сок нет здесь скорее я бы пошел от людей вот когда появляется выделенная команда которая занимается именно оперативной безопасностью с точки зрения мониторинга реагирования вот тогда можно говорить о появлении какого-то сок то есть сок в моем понимании это в первую очередь команда а уже потом какие-либо технические средства хорошо команду мы еще обсудим но давай тогда разграничим сок и cm то есть во первых расскажем что такое 7 я уверен что не все знают и чем же он тогда занимается этот cm исторический cm появился как конвергенция двух систем систем централизованного лог менеджмента которая просто агрегировала и собирала логи в единую точку до единую систему и системы корреляции событий и когда вот эти две системы объединились появился cm то есть security information and event management система которая агрегирует нормализует все логи со всех источников и коррелирует события безопасности сейчас в современных съем как конечно появилось гораздо больше функций разнообразных но вот в классическом виде в классическом понимании съем это такая система сбора нормализации агрегации логов и корреляции событий событий безопасности там еще как какой-то интеллект все-таки есть который не просто там в базу логи пишет а он нам еще что-то выводы какие-то из этих логов потом делает да смотри в классическом съем весь интеллект он в общем-то задается правилами корреляции правила корреляции пишет специалист эксперт и здесь по сути это такая система rule based руб из detection да то есть обнаружение на базе каких-то правил которые задает человек а сейчас современных съем все больше и больше считается что должны появляться модули различные machine learning user behavior network behavior аналитика которая на основе некой на основе некой математической статической модели с помощью machine learning она пытается автоматически обнаружить ну например какие-то аномалии в трафике какие-то аномалии в поведении пользователя без жестко заданных стать статичных правил со стороны со стороны аналитика со стороны администратор россии мы можем позже еще об этом поговорить насколько эти системы скажем так действительно избавляют от необходимости писать правила короткий спойлер скорее нет может быть это наше какое-то там ближайшее будущее но прямо сейчас все таки ну давай так я не видел еще ни одного сок где вся детекшн логика была бы полностью на machine learning то есть все равно нужны правила корреляции все равно эти правила нужно должны писаться человеком проверяться тестироваться человеком и говорить о том что мы сейчас полностью перейдем на детекшн посредством искусственного интеллекта и машины ленинг ну пока мягко говоря рано пока скорее это такой assistance какая-то помощь человеку автоматизация действий некоторых но не полная замена но это как раз то что ты говорил в начале что сок это прежде всего команда это люди кто там работает это то есть действительно умудренные опытом бывшие там не знаю генералы из кгб или это все-таки админы которым вот стало интересно направление инфобеза но генерала из кгб не хочется никого никого обижать сейчас да но редко ну сложно мне представить что человек выберет карьеру аналитика сок но ситуация бывает разная конечно но тем не менее обычно сок все-таки несколько линий и несколько линий обработки инцидентов и соответственно на этих линиях работают разные люди с разным техническим бэкграундом разные экспертизы и ну собственно требования к экспертизе там разные то есть первая линия это такая вот первая линия аналитики быстрой сортировки инцидентов первая линия обработки инцидентов и там основные задачи это понять насколько инцидент критичный понять вообще относится это к инциденту безопасности или например этим инцидентом должны заниматься айти саппорт понять ну желательно понять категорию инцидента какой категории он относится там дидос это или массовая вирусная атака или еще что то и собственно провести такой первоначальный самый базовый самый базовый вот такую сортировку и анализ затем обычно инцидент передается все-таки на более более специализированных и более квалифицированных экспертов которые уже сидят на второй линии сок эти ребята уже полностью анализируют расследуют инцидент понимают насколько насколько может быть меняют степень критичности этого инцидента и вырабатывают вырабатывать рекомендации по реагированию да забыл еще сказать на первой линии важный важный момент это отсеивание ложноположительных срабатываний так называемых false positive то есть возможно это просто там неправильно неправильно правило сработало до корреляции или там это известная известная какая какое-то исключение из общих правил и она не является инцидент такое такое такого тоже довольно много и от этого никуда не деться на самом деле хорошо смотри тогда насколько я понимаю у нас получается такая ситуация что сотрудники сока там в меры не обнаруживают атаку да но ручками они сами ничего не делают то есть как я понимаю им не обязательно иметь какие-то там глубокие айти знания у них скорее направление должно быть именно вот по ибо да но может наоборот лучше посадить на первой линии админа который видит все идет атака и он бежит там на свою циску не знаю вилана выключать или еще что-то делать ну смотри обычно у сока просто нет таких полномочий чтобы ручками что-то менять в системе потому что ну понятно что любое реагирование это некие либо либо блокирующие действия либо изменение конфигурации и это может нарушить бизнес процесса обычно бывает по-разному но обычно сок не дают таких полномочий поэтому сок вырабатывает меры по реагированию и координирует процесс реагирования это не значит что ребята которые это делают не должны разбираться в в технике да но например например они могут выработать рекомендацию заблокировать на cisco asa конкретный айпишник конкретный порт при этом в целом они могут допустим не знать там как синтаксис этого правила написать да как это именно лучше сделать на конкретном фаерволе это занимается уже например человек который отвечает за эксплуатацию этого фаервола но они должны четко понимать там что они предлагают последствия своих действий в общем достаточно хорошо поэтому тут экспертиза у ребят должна быть достаточно широкая и по сетевым и по сетевым направлениям и по операционным системам и по базам данных и при этом при всем при этом они еще должны хорошо разбираться в собственно в безопасности security но при всем при этом они фактически остаются скажем так рекомендательным органом они исполнительным то есть сидишь ты на работе ну админ грубо говоря сидит на работе и вдруг кому сваливается ребята вот у нас там вот прямо сейчас залезли к нам в базу скачивая там гигабайты нашей конфиденциальной информации но у вас как время будет вы там чуть сделаете то есть так было ну нет нет конечно так это работать не будет то есть по хорошему во первых заранее составляются планы реагирования тот самый админ он его руководство или там кто не уведомляет о том что он участвует в таких-то процессах у него это прописывается там рисуется конкретный процесс рисуется так называемые плейбуки где обозначаются все вовлеченные люди в этот процесс и соответственно время реакции опять же зависит от критичности инцидента если если например инциденты там пол массово шифруются базы данных компьютеры в инфраструктуре и понятно что надо экстренные меры принимать то понятно что никто не скажет что там когда будет время тогда займись да есть конкретные должно быть прописано конкретное время реакции на такие критичные инциденты и администратор заранее должен понимать кто и когда с чем к нему может прийти иногда бывает так что сок все-таки имеет полномочия на реагирование и соку отдаются в том числе эксплуатация тех самых сред защиты в таком случае обычно все-таки они запрашивают некий опрув от владельцев ресурсов на действия на такие действия и тогда команда реагирования сок она выполняет эти действия самостоятельно но все равно должен быть некий опрув от владельца той самой базы данных либо бизнес процесса который на который может повлиять вот эти меры по реагированию то есть даже в случае там каких-то экстренных событий все равно главный за значит информационную систему должен вот сказать да бери топор руби провода да но обычно все таки в когда действительно критичный массовый инцидент то собирается так называемый комитет как это правильнее сказать по-русски такая группа группа экстренного реагирования в которую должны входить при этом еще и менеджер топ-менеджеры в том числе например си-левел и которые могут сразу принимать подобные решения и там не требуется знаешь какой-то официальной формальной переписки формального опрува то есть если такая группа создана во время критичного инцидента то решение принимается быстро и они должны приниматься быстро можно вопрос вот как часто такие команды прилетают там гаси асу все пропало слушай зависит от ну вот свежий инцидент с гармином может быть слышали да там сейчас все сервисы у них лежат там ransomware все пошифровал но сервисы скорее там детали пока неизвестны точно да но скорее всего то что сейчас у них лежат системы не значит что они все зашифрованы скорее всего эти системы могли быть отключены в рамках реагирования как раз потому что угроза потери данных и угроза того что эти данные пошифруются на рабочей системе она была выше чем там импакт от выключения этих систем и конечно решение там я надеюсь должны были приниматься достаточно быстро либо как обычно дурость человеческая где-то недосмотрели выставили базу с дефолтными логинами но все как обычно возможно ну тут нельзя исключать такой вариант детали пока не известны по крайней мере вот вчера я смотрел еще не было деталей но пока похоже на то что это все таки была какая-то целевая атака и целевая атака с и зломышленники получили какой-то первоначальный доступ к системе то есть была подготовка определенная и только потом запустили так или иначе вот тот самый ransomware но хотелось бы добавить еще касательно статистики но к сожалению или к счастью в общем то для рынка все помнят в конце концов мая 2017 глобальную историю с вона краем когда компании просто не могли уже это скрывать но зачастую большой enterprise он не рассказывает о том что у них случаются такие крупные инциденты когда мы говорим каких-то рядовых историях да то с чем высоки сталкиваются каждый день когда конкретную машину пошифровали когда конкретный алерт сработал это в общем то ежедневная работа сока но периодически на весь рынок случаются такие большие истории как сегодня с гармином как несколько лет назад с вона края и в общем то если почитать профильную прессу то не знаю в этом году я помню как одну португальскую компанию точно также полностью пошифровали требовали порядка там 10 миллионов долларов и в общем то это было был ровно тот кейс когда собиралась большая группа реагирования они решали что с этим делать скорее всего мне рекламы ради но немножко порекламирую касперского потому что именно ваш продукт вот так называемым краем интерпризе спас инфраструктуру от вот это вот сего что-то там даже картинка и 2500 срабатываний успели там база обновиться я не помню полной истории в общем мы делались легким испугом тогда эти знаете вот по поводу там 10 миллионов зашифровальщик у меня всегда возникает вопрос а что дешевле вот 10 миллионов или все это время содержать большое дело бы но ответа на него нет я понимаю там там есть другой момент 10 миллионов там в размерах гармин этот фуле растереть проблема в том что они не могли заплатить потому что к ним бы сразу пришел местный там не знаю цру там или кто-нибудь и посадил бы топ-менеджеров за финансирование терроризма да точно тут есть момент такой интересная история да им просто запретили вообще как как-либо выкуп выплачивать то есть вплоть до санкций и обычно у таких вот крупных публичных компаний у них даже нет такой опции просто из-за нормативки скажем так из законодательства американского ну зато у них есть опция что они обязаны в конце все рассказать вот именно все как было да опять же у публичных компаний есть такие обязательства именно может быть благодаря этому мы и узнаем некоторые детали таких атак плюс обычно такие обязательства есть у финансовых институтов делиться публично деталями инцидента так ну что ж что такое сок мы вроде бы поняли остался у меня вот только один вопрос но это видимо уже понимание на уровне вот всей вашей компании всего касперского да то есть как вы определяете кому сок нужен кому нет вряд ли это просто по количеству компьютеров есть же какие-то метрики или что-то такое да конечно то есть ну как я уже говорил у нас есть определенная такая градация по уровню зрелости и если мы понимаем что компания организация находится на начальном уровне зрелости то конечно мы сначала предлагаем реализовать какие-то базовые меры защиты внедрить базовые средства безопасности опять же мы смотрим иногда бывает так что компания например просто не может содержать штат необходимый для для того чтобы нормально работал сок и в таком случае мы предлагаем либо варианты по аутсорсу такой таких функций да это это тоже вариант для компаний которые сознательно понимают что например их бизнес не предполагает например реализацию таких крупномасштабных проектов либо например они сознательно отдают функции безопасности на другие организации такая стратегия у них причем это не всегда даже может быть какая-то маленькая компания например некоторые автопроизводители так делают зарубежные они сознательно аутсорсят большую часть своих функций безопасности в том числе и security мониторинг и даже и даже response это просто перекладывание какой-то ответственности или там есть какая-то выгода финансовая что ли что так звучит то это как это очень дорого ну по-разному да то есть здесь стратегия как раз компании в том чтобы не скажем так меньше заниматься непрофильной деятельности то есть все таки для автопроизводителя безопасность security cyber security информационная безопасность это все таки не совсем профильная деятельность хотя сейчас ситуация тоже меняется с всеми этими подключенными машинами автоуправляемыми машинами и так далее и так далее но тем не менее они хороши в другом и собственно здесь выбор в том чтобы отдать на аутсорс те функции которые другие могут делать лучше ведь вопрос там не только в том чтобы купить кучу средств найти где-то там тех самых людей аналитиков которые сейчас очень большом дефиците вопрос еще в том чтобы их потом удержать вопрос в том чтобы все это экономически было обосновано адекватно до бизнеса компании поэтому некоторые просто сознательно дают эти функции на аутсорс звучит вообще логично абсолютно полностью а возникает вопрос такой следом так сок это что-то что каждый видит по-своему или есть какая-то какие-то стандарты какая-то не знаю регуляторика от государства и да и и да и нет ну давай начнем с конца есть сейчас появляется регуляторика от государства у нас это все что касается ки критической информационной инфраструктуры но аналогичные аналогичное законодательство есть и в европе и в сша и в других странах мира собственно там информационная безопасность сейчас вышла на такой уровень масштаб проблем такой что государство даже сейчас очень сильно на этот счет беспокоиться мягко говоря и это одна из национальных угроз для государства ну представь например что взломали какой-нибудь индустриальный объект какой-нибудь нефтеперерабатывающий или не дай бог химический завод и как-то вклинились в систему управления систему управления этим заводом вот то есть тут потенциальный ущерб он измеряется уже даже не в долларах не в потерянной информации а в в реальном каком-то физическом вреде и ущербе жизни даже жизни даже людей либо например как проводились апт-атаки на различные исследовательские организации военные организации как где хранится совершенно секретная информация которую просто там потеря такой информации она не измеряется в деньгах она измеряется в чем-то другом наверное она критична для государства поэтому да поэтому так или иначе законодательство уже давно развивается в этой сфере но сейчас там явно стали прописываться такие функции как мониторинг как реагирование как как анализ threat intelligence например и так далее и так далее то есть все то что относится к сок и и и при этом эти функции реализуются на национальном уровне то есть например в других странах да и в нашей тоже сейчас есть некий такой национального уровня серд который координирует реагирование на при национальных каких-то инцидентах или международных инцидентах а вот можно чуть-чуть разницы между соком и сердцем потому что насколько я помню вот сердц встречался очень давно как аббревиатура как такой центр реагирования да это так первый серд появился в конце 80-х на базе университета карнеги милон а если помните там ну или знаете да все таки мы не уверен что все мы в то время занимались безопасностью но был такой червь мориса довольно известный исторический и в общем то первый серд появился как мера реагирования на последствия вот этого червя мориса который там половину тогдашнего старого интернета положил да там очень много хостов ну половину я загнул но ущерб был очень большой и он появился на базе университета карнеги милон опять же собрали такую группу которая бы выработала меры реагирования на вот последствия вот этого червя а затем сердце стали появляться все больше и больше так как осознали их необходимость осознали их важность в общем то чем сердце отличается от сок сейчас вот эта разница эта граница она уже стирается но изначально сердце это именно группа реагирования которая реагирует на уже известный инцидент которые могут репортить там совершенно различными способами но суть в том что их деятельность по сути начиналось в момент когда инцидент был уже известен а сок изначально это была структура которая отвечала только за мониторинг то есть в старой парадигме можно говорить о том что сок он инцидент обнаружил провел какой-то первоначальный анализ и передал его в группу реагирования какой-то серд или или сесерт если это речь о энтерпрайзной группе до реагирования но сейчас эта граница уже стирается и все-таки под соком понимается обычно группа которая отвечает и за обнаружение и за реагирование хотя бы за с точки зрения координации действий выработки рекомендаций и так далее так далее вот надо еще сказать что серд это все-таки трейдмарк это зарегистрированная торговая марка карнег милон и на самом деле чтобы использовать эту аббревиатуру организации надо получить них разрешение заключить договор и так далее так далее поэтому есть аналог который не является тренд марк трейд марком не является какой-то интеллектуальной собственностью это си сердце с ай рт слушать а еще иногда аббревиатура мссп проскакивает до мссп это в общем то в общем случае это провайдер security сервисов то есть тут тут та самая организация которая принимает на аутсорс те или иные функции безопасности обычно обычно это такие функции это security monitoring реже это те или иные виды респонса реагирования ну и возможно разные варианты кто-то берет на управление ваши средства безопасности например может поуправлять вашим firewall с вашего согласия да и за ваши деньги кто-то наиболее продвинутые могут оказывать какой-то анализ вредоносного по список список услуг у мссп разным ну я думаю здесь вот как раз хороший момент переключиться на и обсудить составные части сока потому что как мы поговорили там самое главное люди да потом уже значит какие-то технологии но было еще вот про intelligent driven сок ты в самом начале что-то сказал то что это такое да это как раз концепция которая собственно обозначает переход от таких классических соков к современным то есть в чем в чем в чем идея раньше любой сок и серд они работали реактивно то есть когда случался какой-то инцидент когда они его обнаруживали начиналось начинался процесс реагирования но со временем стало понятно что при более или менее сложных атаках более менее сложных угрозах такой подход не работает потому что но вы просто теряете время у злоумышленника есть практически бесконечное время чтобы идеально подготовить атаку учесть все ваши средства безопасности найти обход для них а вы начнете действовать только тогда когда собственно обнаружите от этот инцидент хорошо если вы его обнаружите сразу да там в течение нескольких дней но статистика показывает что даже в очень крупных и зрелых компаниях среднее время обнаружения она выходит за там 100 150 раньше это было порядка 200 даже дней то есть что это означает что злоумышленник находясь в вашей инфраструктуре имея практически полный доступ к вашей информации вашей инфраструктуре может находиться в среднем от 100 до 200 дней и творить что ему заблагорассудится это это в смысле до того как он начнет что-то делать это до того как до того как соки его вообще обнаружат и начнет что-то делать по этому поводу понятно что никого такой подход и такие результаты не устраивают и поэтому соки серты стали переходить к проактивному подходу к проактивному подходу когда они начинают готовиться к инциденту и начинают предпринимать какие-то действия еще до того как этот инцидент произошел что это означает на практике для того чтобы для того чтобы готовиться к инциденту необходимо обладать аналитической информацией так называемый threat intelligence здесь наверное саша передам слова он расскажет что такое threat intelligence но буквально сейчас буквально два слова скажу то есть в современном соке threat intelligence становится таким триггером для всех процессов сок заранее изучает как действуют злоумышленники какие инструменты используют какие техники тактики используют и уже во первых например готовит детектирующую логику под эти техники тактики заранее готовится проводит например кибер учения какие-то тестирует насколько к этим техникам тактикам его команда и его детектирующая логика готовой процессы готовы во вторых может проактивно искать инциденты это подход называется threat hunting когда команда уже предполагает что инфраструктура уже взломана и на основе информации threat intelligence пытается найти следы компрометации так или иначе и вот я думаю сейчас хороший момент передать слово саш мазики ну он расскажет что такое threat intelligence и какая она бывает да давайте углубимся немножечко в мою любимую тему это мы с удовольствием термином этим пользуемся пользуемся в общем-то не разъяснили что это такое немного истории термин threat intelligence первый раз на рынке массово появился уже аж наверное лет 7 назад году 2013 может даже чуть раньше и на тот момент на рынке был какой-то просто хаос то есть едешь на конференцию rsa 2013 году на крупнейшую в общем-то выставку по информационной безопасности и каждый второй вендор пытается тебе что-то продать под название threat intelligence и ну творился реально какой-то хаос тоже никто не понимал что threat intelligence что нужно продавать в каком виде нужно поставлять эти данные и в общем-то ситуация никого не устраивала тут подключились аналитические агентства те самые гартнер айдиси и форестер и прочее и попытались сформировать такой единый подход что нужно называть с рот интеллиженсом как какие типы должны существовать и что это такое по-русски с рот интеллиженс перевели как киберразведку киберразведка мне этот термин ну не очень нравится да это какой-то дословный перевод но в общем-то threat intelligence действительно некие разведывательные данные то есть те знания данные контекст индикаторы какие-то механизмы то есть вся та информацию которую ты можешь получить от вендора или из каких-то open source источников о злоумышленниках о впо каком-либо каких-либо методологиях атак то есть это такие разведывательные данные и термин действительно пришел в общем-то из военной скажем так среды в общем где-то к 14 году гартнер наконец сформировал конкретное конкретную формулировку что threat intelligence это некие знания включая контекст механизмы индикаторы и прочее 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 которые позволяют быть информированным и делать некий посовершать некие решения в рамках своей стратегии информационной безопасности и они сформировали видение какие типы threat intelligence должны поставляться вендорами и с этого момента правила игры поменялись огромное количество вендоров в общем-то из этой темы самоустранились потому что стало понятно что они продают какой-то bullshit и нужно в общем-то следовать тем правилам которые были придуманы в общем сформировали на тот момент четыре вида threat intelligence вид первый наверное самый простой технический это гигантские потоки данных например списки зловредных ссылок ссылки списки зловредного по списки подозрительных айпи адресов которые вендор или производитель ти может пушить в инфраструктуру заказчика то есть это техническая информация которая может использоваться на стороне заказчика для там автоматической корреляции событий то есть например в рамках сиема мы видим куда ходят наши пользователи по каким ссылкам они кликают каким айпи адресом они коннектятся параллельно от вендора мы получаем десятки тысяч записей о зловредных или афишинговых ссылок сравниваем всю эту информацию и если юзер у нас сходил на зловредную ссылку которая не была продетекшена например антивирусным по у нас создается алерт и в этот момент включается первая линия соб которая должна проанализировать насколько это серьезная история действительно ли это зловредная ссылка расковырять ее посмотреть что там попользоваться какими-то внешними базами базами данных и тут плавно мы переходим в операционный интеллиженс операционно подожди можно я вот секундочку перебью вот все здорово я пока только одного не понял а этот трет интеллиженс он куда это какой-то отдельная софтина как бы крутится который вот с поведенческим анализом или кто его реализует вот здесь кто во что гораст на самом деле трет интеллиженс это тот поток который генерирует либо вендор либо опыт-сорс решение то есть то что вы то что мы можем найти в рамках интернета назовем так на стороне заказчика это может быть десятки различных юзкейсов самое популярное то вот с чего я начал с технического трет интеллижен сам популярное решение это интегрировать его в связке с сиемом если идти чуть дальше чуть глубже мы еще об этом поговорим есть такой класс решений строят интеллиженс платформа то есть естественно когда на каком-то рынке появляется огромное количество опций должны появиться агрегаторы этих опций появилось так появился такой класс решений как строят интеллиженс платформы даже в россии уже появились собственно производители свят интеллиженс платформ мы не отстаем здесь от запада но вообще если вернуться назад к различным типам ти то это десятки разных юзкейсов использования в разных процессах с разным по то есть у нас есть списки зловредных айпи адресов мы их можем использовать как на фаерволах так и в рамках корреляции в сиеме также мы можем не знаю закинуть их в правила на наинпоинты изобретить пользователям коннектиться к этим айпи адресам то есть работа здесь в плане юзкейсов довольно широкий пласт в общем то работ вернусь к типам технический тип это то о чем я поговорил это большие массивы данных которые могут использоваться для какого-то автоматического и полуавтоматического детекта в рамках расследований уже этого детекта команда сок может пользоваться операционным с рат интеллиженсом что такое операционный стей все знакомы наверное с таким прекрасным ресурсом как в аэристотл в аэристотл позволяет получить дополнительную информацию о каких-либо объектах если у меня есть тушка зловредного по если у меня есть айпи адрес ссылка хэш что угодно я могу обратиться в аэристотл или в аналогичные системы и получить дополнительную информацию то есть я занимаюсь расследованием я занимаюсь ковырянием неких открытых и не открытых баз данных это операционный структ интеллиженс который команда может использовать на ежедневной основе еще два типа это тактический и стратегический принципиальное отличие в общем то в том на каком с каким периодом времени использования мы с ним мы здесь сталкиваемся тактическая информация это те самые та самая методология которую используют злоумышленники то есть мы можем получать от вендора например отчеты описывающие типичное поведение известных злоумышленников то есть когда мы говорили о не знаю пресловутом wanna cry и какие уязвимости они использовали и как они атаковали организации то есть вот эти описания это и есть тактический свет интеллиженс то есть та информация которая позволяет нам понимать поведение злоумышленников и в общем то готовится к потенциальной атаке против нас также в тактику мы можем запихнуть индикатор компрометации что такое индикатор компрометации это в общем то та информация о конкретных объектах которые злоумышленники могут использовать урлы айпи адреса хэши то есть все что связано с конкретным злоумышленников злоумышленником соответственно эту информацию мы также можем использовать чтобы проактивно или реактивно найти следы атаки у нас в инфраструктуре ну и последний тип это стратегический свет интеллиженс стратегически это более какая-то масштабная история как пример я на я являюсь финансовой организации в россии я вижу что всех моих конкурентов атакует тот же самый пресловутый вон и край я понимаю что я потенциально в общем то цель для этого вон и края я должен как-то инвестировать в ресурсы в защиту в технику в тактику во что угодно чтобы избежать этого потенциального заражения то есть стратегическая информация она о трендах она о целевой информации моей организации она каких-то вот масштабных таких событиях и масштабных решениях которые я могу в общем то совершать недавно мы в шутку но в общем то не совсем шутку придумали еще один тип свет интеллиженса мы назвали его бир интеллиженс то есть когда после какой-то конференции безопасники собираются в баре начинают обмениваться какой-то информации рассказывать какие-то байки рассказывать какие-то истории своей практике в общем то по сути это тоже обмен какими-то вот этими разведывательными данными и в общем то из этого тоже можно что-то получить я даже на нескольких презентациях включил себя в список свет интеллиженса и люди действительно серьезно реагируют на это да мы общаемся с коллегами по цеху мы получаем от них информацию это в общем то действительно важно извини а в каком тогда видели формате это передается эта информация вот возвращаясь к базовому типу технический интеллиженс это то в общем то о чем мы хотели сегодня тоже поговорить технический интеллиженс передается в списке определенных форматов мы например в лаборатории касперского по дефолту отправляем данные в джейсоне кто-то использует только openioc кто-то использует там более-менее устаревший в этом плане csv кто-то в xml кто-то в виде яра правил снорт правил и так далее в зависимости от тех систем на стране заказчика где мы хотим использовать эту информацию все это кастомизируется но по дефолту как я сказал от нас уходит в основном все это в джейсоне если мы говорим про там списки айпи адресов то это сотни тысяч в общем то записей с дополнительным контекстом это все нужно передать каких-то удоваримых размерах и в общем то быстренько произвести корреляцию на стране заказчика поэтому если мы говорим про технический интеллиженс для нас это json когда мы говорим про тактику или про стратегически это основном отчеты отчеты это банально pdf которые можно читать к ним в общем то прилагаются индикаторы компрометации в openioc формате тоже стандарт для индустрии но сами по себе это pdf ки это отчеты которые можно почитать но и операционную история это либо порталы либо некий api тот же virus total который я привел в пример это в общем то веб-сайт с строкой поиска из возможности загрузить туда свой файл которого есть опишка и это все можно использовать на ежедневной основе также поступаем мы с нашим в общем то порталом который называется касперский фрот лука то есть там передается информация ну так вот очень грубо говоря видишь трафик на таком-то порту от такого-то приложения срочно его закрывай грубо говоря да но скорее мы о более широких пластах говорим видишь что пользователь сходил по этой ссылке стоит посмотреть на репутацию этой ссылки и подумать насколько это серьезно видишь что хвост коннектится к этому айпи адреса посмотри репутацию этого айпи адреса если она больше определенного значения то точно блокируй руби доставай топор если репутация там не такая плохая то отправь это на вторую линию поизучай пусть они поизучают и подумают насколько это серьезная история или может быть это айпи адрес какого-нибудь дробокса и помимо легитимных файлов там хостилась еще и малвара который испортил ему репутацию так а там бывают какие-то вот такие поведенческие сложно сочиненные сценарии там грубо говоря вот если в одном конце системы случилось вот это а потом в другом конце случилось вот то то завтра у вас отвалится dns здесь уже как раз включается тот самый страт хантинга которым говорил павел то есть на основе этих данных на основе не знаю списка зловредных айпишников и на основе понимания того как конкретный злоумышленник может тебя атаковать ты можешь написать некие правила на своей стране в том же сиеме и произвести тот самый страт хантинг то есть попытаться найти эту угрозу по вот этому сложному правилу давай может быть пример да то есть вот эта история с ванна краем она уже сильно заезжена набила оскомину но она хороша тем что про нее достаточно много деталей и все они знают и вот если помните то информация о том что утекли дампы точнее не утекли они их сами выложили до shadow brokers выложили дампы с можно сказать с кибероружием а н.б. с всякими all day zero day exploit ами вот она появилась где-то в апреле условно и в принципе было достаточно много данных чтобы грамм более-менее грамотный безопасник предположил как его организацию могут помощью этого атаковать там массовая была уязвимость в smb протоколе в виндовсе да и turn on blue и соответствующий exploit то есть это пример информации аналитической информации которая может помочь безопаснику в частности соку понять как ему подготовиться к подобного рода инцидентом какие правила ему написать в сием как ему там какие патчи применить какие если нет патчи то может быть меры временные применить может быть где-то заблокировать отключить эти протоколы да то есть дать такие рекомендации и допустим по ванна край эта информация появилась в апреле сама эпидемия ванна край случилась если не ошибаюсь в мае то есть прошло несколько месяцев прошло несколько месяцев от получения информации а нет даже информация shadow brokers появилась даже раньше апреля то есть там точно было два или три месяца между вот этими событиями когда у организации была возможность подготовиться но как мы видели очень немногие воспользовались этой возможностью и эпидемия стала массовой именно благодаря тому что многие организации начали реагировать на эту информацию когда уже у них зашифровались половина инфраструктуры вот именно именно такой пример показывает почему проактивный подход почему интеллидженс driven подход очень важен в работе и сок и вообще безопасности в целом то есть фактически просто чтобы они патчики ставили вовремя ну нет не не только да патчики это тоже важно но во первых мы все знаем что не все любят ставить патчики во вторых если инфраструктура большая то всегда сохраняется информация что хоть что-то не пропатчена да когда там десятки тысяч разных уязвимостей у тебя сотни тысяч серверов все пропатчить в один день невозможно просто-напросто и как раз вот с точки зрения патч патч менеджмента тоже очень важно понимание и знание интеллидженс потому что ты можешь приоритизировать что тебе надо патчить первую очередь то есть когда у тебя сканер защищенности выдает там десятки тысяч различных уязвимостей в большой инфраструктуре и это просто но ты передаешь эту службу которая занимается патч менеджмента мне говорят ну окей там через полгода мы мы наверное это пропатчем а скорее всего нет потому что вот это бизнес критико процесс это бизнес критико сервер и его патчить вообще нельзя и здесь помощью интеллидженс ты как раз можешь понять а насколько та или иная уязвимость она опасна понятно что есть какие-то бюллетени там есть cvss до рейтинг но тут еще важно вот что понимать допустим а если эксплуат который использую инзуайлд или его нет там насколько это уязвимость ее возможно эксплуатировать в реальном мире или она чисто теоретическая насколько она массовая если какие-то готовые инструменты под ним и вот вот это все позволяет приоритизировать процесс управления уязвимостями это тоже важно это одно из применений как раз ну и то что чем бы поговорили ставить патчики это по сути один процесс в котором мы используем те данные которые мы получаем в рамках подписки на там сует антеллидженс таких процессов может быть десятки начиная вот мониторинга вместе с тем сиемом заканчивая инцидент респонсом когда мы же реагируем на инциденты используем некие данные от вендоров или из опенсорса процесс репортинга когда мы как-то меняем стратегию нашей безопасности исходя из этих данных которые мы получили извне то есть threat intelligence может участвовать во всех процессах такого мачурного security operation центра да как один еще из примеров вот как раз пример тактической threat intelligence это наши отчеты где мы описываем очень подробно как производятся атаки apc как проходят и 5 компании какие техники тактики инструмента используют злоумышленники и человек получает этот отчет изучив его изучив технические подробности он может заранее уже подготовиться если например вы какой-нибудь банк и вы видите что сейчас идет эта компания по по банкам да тем более например в вашем регионе и вы можете заранее посмотреть какие техники используют злоумышленники например они рассылают целевые сперфишинг письма до с вложением в виде док док файла которая дает там back connect какой-нибудь на такой-то сервер и вот эти все технические детали они все есть в отчете вы можете заранее подготовить правила правила корреляции вы можете пойти там проактивно поискать threat hunting так называемый поискать а нет ли у вас уже там следов компрометации в инфраструктуре вы можете там заранее прикрыть какие-то сервисы подготовить или скорректировать респонс планы вот 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 в чем ценность проактивного подхода вы у вас есть гораздо больше времени на подготовку и и соответственно вы можете раньше детектировать инцидент и эффективнее на него отреагировать что в конечном итоге минимизирует ущерб и сохраняет там различные и финансы и репутацию и так далее и так далее но смотри это просто знаешь вот звучит так как будто вот у нас в соке есть один человек которого зовут сок к нему пришел там ваш репорт он его почитал пошел значит к соседними в соседний кабинет к человеку которого зовут банка говорит так слушать теперь значит делаем так но на самом деле да в соке же работает какое-то количество людей то есть кто-то почитал отчет он должен научить этому других возможно он какой-то процесс должен выстроить потом это надо прийти вот на уровень уже там банка или компании где ты работаешь там что-то изменить то есть это все время требует и не маленькая возможно да конечно и именно поэтому этот процесс должен быть прописан в процессах сок чем процессы threat intelligence это одни из основополагающих процессов сок которые влияют и триггерят другие процессы то есть человек не просто там в свободное время пошел почитал отчет нет он у него есть как конкретный триггер пришел отчет об айпите от касперского он выделяет на это время у него это прописано в должностных обязанностях читает его делает какую-то краткую аналитическую сводку в виде документа эту сводку например рассылает конкретным людям которые например если он выделил в этой сводке описал последовательность действий какие-то техники тактики он присылает это в команду которая занимается или человеку который занимается написанием правил корреляции соответственно процессе прописано что этот человек должен проанализировать эту проанализировать эту информацию понять например закрывают ли текущие правила эти техники и тактики понять сможет ли в текущем виде там сок детектировать подобные атаки и так далее еще он может прислать эту информацию например если информация какой-то уязвимости в группу которая занимается патч менеджментом с указанием критичности такого инцидента на что он может повлиять то есть это такая достаточно большая аналитическая работа да и по-хорошему сок должен быть выделенный человек который отвечает за такую аналитику которая отвечает за такой research но на практике конечно только в таких достаточно больших соках есть именно выделенные люди и даже выделенная команда людей которые отвечают за третий очень к этому стоит достаточно большой сок это сколько десять человек 100 но здесь может быть и в зависит от того еще в каком режиме он работает да если это 24 на 7 то у тебя только на первую линию потребуется порядка 5 человек 24 на 7 то есть это аналитики которые сидят и бдят в мониторинг это аналитики первой линии да они не обязательно сидят прямо где от монитор но они первая линия реагирования первая линия анализа инцидентов опять же вот недавно был интересный аналитика от санс санс институт я думаю знаю знают все о количеству человек соки она в основном про северную америку и другой мир то есть там россия мне кажется мало учитывалось в этой статистике но там размер соков он очень сильно варьирует от двух человек до тысячи человек мне честно да 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 целый мир закрыть можно ну если корпорация какая-то глобальная да если это глобальная корпорация с транснациональная с кучей офисов по всему миру там огромные объемы данных огромное количество инцидентов ежедневно поэтому да то есть но вот в отчете можно посмотреть примерный разброс цифр конечно большинство большинство соков это все-таки в районе там 5 10 человек 15 примерно так но даже в такой команде можно все-таки выделить одного человека который будет отвечать за полностью отвечать за threat intelligence за разработку детектирующей логики то есть не заниматься операционной деятельностью а заниматься таким ресерчем потому что если такого человека не будет или у него не будет свободного времени на это то просто аналитик он погрязнет в операционной деятельности ему некогда будет не читать отчеты не изучать какие-то новые виды атак угроз он просто будет каждый день лопатить там десятки сотни инцидентов а вот обучать юзеров на местах там случае не знаю что сейчас высокий риск там спамерских писем еще чего-то это тоже вот входит в обязанности сока да частенько так называемая security awareness то есть иногда не всегда это прям прямая обязанность сок но часто сок участвует в такой деятельности так или иначе там помогает разработать какие-то инструкции для пользователей помогает с рекомендациями в части расширения осведомленности обычных пользователей да это это скажем так я бы назвал это побочным побочной деятельностью сок а вот если мы затронули как раз работу с пользователями то сок это равно дело инфобеза или это там подмножество или над множество это скорее подмножество как я говорил все таки сок это должна быть выделенная команда люди которые full-time занимаются именно обнаружением и реагированием на инциденты но просто опять же если это отдел инфобез и у людей у персонала там и так достаточно много задач по эксплуатации средств безопасности приходят какие-то заявки на изменение конфигурации надо базы обновлять надо там следить чтобы все вся система работала нормально да то есть опять же у если этих людей еще нагружать и секьюрити мониторингом но результат будет не очень просто потому что у человека не будет времени нормально этим заниматься а еще если ему надо там кучу служебок написать одновременно да мы все знаем что инфобез это не только про технику это еще про всякие скучные вещи нормативку и так далее так далее то там там вообще но бумажная безопасность как все мы знаем она основополагающая в любой безопасности и без бумажек не бывает ничего безопасно да это скорее такое неизбежное зло так смотрите то есть значит если я правильно понимаю у нас структурно в соке значит должен быть съем стоять как вы говорили то есть это место куда у нас стекаются по каким-то каналам там логи данные там возможно каких-то рецидентах да еще что то есть у нас система threat intelligence которая помогает съему их переварить и выдать какие-то алерты или наоборот чтобы false positive у нас не было еще какие могут быть источники данных источников данных может быть очень много их можно грубо разделить на несколько групп это сетевые источники данных разные роутеры свечи firewall и одесски это эндпойнт и то есть антивирусы edr логи винды сисмон и так далее и так далее и это application уровень то есть это логи непосредственно уже тех аппликейшенов которые крутятся на серверах не знаю логи сап какого-нибудь логи база данных какой-нибудь и так далее и так далее вот это что касается источников что касается непосредственно сами самих систем самих систем то помимо съем многие считают что съем вообще достаточно для сок но все таки все это не так есть другое полярное мнение что сок можно реализовать вообще без съем и ну наверное такие случаи есть но это скорее скорее исключение из правил камере насколько насколько я это вижу по реальным реальным практическим кейсом те соки которые которые я посещал и с которыми мы взаимодействовали так и на и так или иначе они без съем все-таки никак не обходятся но помимо съем это все-таки во первых еще какая-то edr неплохо было бы иметь она существенно облегчает работу по реагированию существенно увеличивает расширяет количество информации который видит сок визибилити расширяет то что то что сок видит на эндпоинтах плюс это некие системы по анализу угроз это могут быть специализированные песочницы для какого-то такого экспресс анализа малваре это могут быть системы которые как сказал саша threat intelligence по агрегации threat intelligence о лукапом в какие-то базы данных threat intelligence плюс это какие-то специализированные средства по реверс инженерингу по диджитал форенсике ну и так далее ну и плюс это вспомогательные системы такие как система регистрации учета инцидентов обязательно должна быть можно использовать какую-то стандартную айтишную тикетинг систему либо специализированную arp сейчас на волне хайпа очень популярны свар системы которые такими являются продолжением arp систем не позволяют автоматизировать оркестрировать интегрировать системы сок ну дальше дальше уже наверное стандартные заканчиваются и средства зависят от каждого случая не вот кто-то утверждает что съем не нужно и я вот наоборот слышал такое мнение что 7 нужен но всем это дорого а вот у нас есть елка давайте мы вот open source на быстренько поставим за дешево и вот у нас свой 7 получился есть есть и такие случаи есть и такие кейсы тут опять же еще можно хлевар начать что называть съемом а что нельзя называть съемом кто-то считает что такие системы как елка из планк их нельзя называть съемом потому что там нет real-time движка корреляции они работают по-другому эта система в общем-то анализа данных до сбора и анализа данных мне кажется что здесь вот в термины опять же не стоит спорить о терминах если система решает задачу по агрегации логов по анализу логов по корреляции событий то неважно как она называется главное что на эти задачи решает вот но что касается елка то прекрасный продукт прекрасный open source продукт тут единственное что как и с любым open source продуктом надо понимать что это все таки больше конструктор и потребуется дополнительные усилия чтобы реализовать некоторые фичи которые есть из коробки в коммерческих съем плюс там не все фичи у них бесплатные если например тот же тот же алертинг включать оповещение о инцидентах то насколько я помню там это платный функционал и поэтому тут совсем бесплатно наверное не получится если вы хотите построить какой-то интерпрайс интерпрайс ради решения и плюс open source все-таки потребуются дополнительные дополнительные ресурсы иногда даже дополнительные люди чтобы это решение обслуживать докручивать допиливать напильником и так далее но я так понимаю вы со своей стороны то есть со стороны касперского как бы закрываете потребность вот во всех этих функциональных уровнях или вы что-то только одно делаете нет мы мы делаем многие 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 системы из систем сок мы пожалуй не делаем только сканер защищенности и такие с айтишные вещи как тикетинг платформы сторож платформы и так далее то есть вспомогательные системы с точки зрения сок у нас сейчас анонсом съем мы закрываем последний такой кусок который раньше не закрывали очень важный раньше все-таки полагались на съем партнеров сейчас решили что все-таки надо надо вот этот важный кусок делать самим и в декабре этого года у нас анонсирован выпуск сие плюс у нас есть и диар у нас есть анти апт решение в виде ката есть всевозможные варианты и решения для анализа угроз разные сэнд боксы трат интеллигенс конечно же ну и так далее и так далее есть есть очень специфические вещи которые наверное в основном интересны даже таким знаете государственным сердам национальным сердам это движок по атрибуции угроз автоматическому я думаю что это Саша чуть позже о нем подробнее расскажет вообще что это и зачем это да я думаю можно и не откладывать атрибуция тема интересная давайте сейчас да атрибуция такая тема интересная очень да да на самом деле начнем с того что такое атрибуция как когда мы говорим о заказчиках и о командах которые сталкиваются с таргетированными атаками в общем-то очень важно понимать кто непосредственно стоит за этой атакой понятно что это может быть какой-то новый актер о котором мы еще не слышали но в общем-то весь рынок апт он сводится там к нескольким сотням злоумышленников или груз злоумышленников которых более-менее что-то известно и в общем-то очень важно понимать кто стоит за непосредственно конкретной атакой и прежде чем о продукте рассказывать о том как это работает пару историй наверное из прошлого как в общем-то это происходило раньше и как о каких общем-то кейсах мы говорим 2016 год выборы соединенных штатах америки и общем-то атаки которые происходили перед выборами во время выборов после выборов там и так далее был такой человек который назывался называл себя джусифер то есть он складывал слова гучи и люцифер как он себе говорил что у него стиль гучи и в общем-то сила люцифера человек как мне кажется возможно не сильно здоров был потому что по судя по интервью и судя по тому как он себя вел в общем-то были вопросы к адекватности в общем это был румынский хакер в реальности это был водитель такси у которого особо не было никаких скиллов но он в общем-то был такой скрипт киди умел правильно гуглить и использовать те вещи которые на гуглил и известен он был на тот момент тем что он взломал почту колина пауэлла семейства ракфеллеров пару агентов бр и закончилось все для него на том что он нарвался на кого человека как джордж мэйер наверное так правильная фамилия считается это был в общем то то ли глава то ли один из топ-менеджеров румынской разведки и в общем то после того как он взломал его личную почту естественно за него взялись все силы румынской полиции и прочих инстанций и довольно быстро он был найден самое интересное что почту вот это вот топ-менеджер мы румынской разведки главу разведки он взломал общем-то самым банальным образом там были два секретных вопроса вопрос 1 дата рождения вопрос 2 улицы на которой вы выросли из интервью было понятно в каком городе он вырос в этом городе всего 100 улиц перебрать их в общем то было довольно просто в общем он был арестован получил свою известность у него там взяли как пару каких-то интервью посадили на этом в общем то его история на тот момент закончилась но прошло немного времени и случился тот самый взлом демократической партии соединенных штатов америки и такая компания крауд страйк они выпустили отчет в котором называли злоумышленников ответственных за этот злом как джусифер 2.0 то есть либо подражатели либо продолжатели дела этого человека либо его команда с которой работал в общем-то обвинили в этом тех же самых ребят из румынии и человек из журнала мазерборд журналист по не помню к сожалению фамилия в общем взять у них интервью и интервью было в общем-то на румынском потому что у этого журналиста были румынские корни или у него был румынский переводчик в общем была возможность общаться на языке скажем так злоумышленников первый вопрос был откуда вы они ответили что они из румынии давайте перейдем на румынский дальше в переписке было было обсуждение почему они запихнули в то ли какие-то документы то ли какой-то какие-то метаданные то ли в исходный код какие-то русские слова и в общем-то зломышленники ответили по румынски что это их некий ватермарк но они использовали слово которое в общем-то в румынии никто не использует то есть если бы я по-русски назвал бы бы использовал бы в какой-то около айтишной беседине слова ватермарка какой-то русский аналог там не знаю пресс-печать что-нибудь такое естественно это вызвало бы какие-то вас подозрения как будто бы либо я ошибся либо я плохо говорю по-русски либо я вообще не говорю по-русски использую переводчик и журналисты взяли это слово вставили в google translate и оказалось действительно что google translate приводит ватермарк как вот это прекрасное румынское слово филигранул по-моему звучит и выяснили что человек на том конце он по-румынски в общем-то не говорит он использует google translate который 2009 каком 16 17 года он уже научился довольно хорошо переводить но все равно совершает вот такие микро ошибки как последствий выяснилось у этой атаки все-таки были русскоязычные корни и это была попытка свалить всю вину на общем-то известную же группировку и попытаться как-то замести следы в общем вся эта история это прекрасный пример того что злоумышленники они пытаются как-то свалить ответственность на другие группы и запутать в общем-то следы запутать тех кто расследует эту атаку также была например печально известная пару лет назад атака на central bank страны как бангладеш в итоге выяснилось что ответственность была на северокорейской группировке на общем-то были попытки сваливать опять-таки на русскоязычную аудиторию ну на кого еще сваливать естественно на русскоязычную аудиторию но корейцы на тот момент поступили тоже довольно странно они взяли тот же google translate перевели огромное количество английских слов на русский язык использовали их транслитерацию то есть в коде английскими буквами были такие слова как начало вместо handshake устанавливать receive data получить и так далее и так далее и самый прикол был конечно в том что вместо слова dummy они перевели как чайник то есть функции использовалось русское слово чайник хорошая попытка но нет в общем то в тот момент всем стало понятно что это никакая не русскоговорящая аудитория и в итоге оказалось что это северокорейская группировка но там был в то же время потом ответ когда русскоязычная аудитория атаковала олимпиаду южной кореи а все думали что это северные корейцы то есть это в общем такой обмен любезностями среди злоумышленников в общем все эти ошибки попытки и прочие истории это все скажем так под виды атрибуции то есть переиспользование инфраструктуры попытка вставить некие фолс флэги ошибки операторов тех самых апт то есть как пример наша команда изучала коммуникацию с каким-то командником в европе в общем то в течение нескольких суток постоянно были одни и те же запросы с определенного vpn в франции а потом оператор видимо забыл включить vpn и в общем то напрямую коннектился с ip адреса который банально располагается в северной корее мы естественно понимаем что в северной корее никаких vpn сервисов нет это был прямой коннект от оператора который физически находился в северной корее это банально ошибка которая вот привела потому что стало понятно кто стоит за этой атакой в общем один из методов атрибуции это атрибуция по переиспользованию кода по переиспользованию тех тулов которые злоумышленники в общем то разработали для кого не секрет что писать под каждую атаку новое зловредное по и использовать в общем то для особенно для сложных целевых атак все в каждый раз новое довольно сложная задача куда проще переиспользовать то что ты уже когда-то написал то что уже хоть как-то отработало в общем то то что годами у тебя уже хранилось твоих архивах даже тот же самый вона край про который мы сегодня там уже говорили несколько раз буквально вон окрая у нас в пятницу по-моему случился в пятницу вечером буквально в понедельник уже исследователь из гугла нил мехта он написал твит в котором указал связь между сэмплом из вона края с атаками той самой корейской группировки лазарус только двух лет недавности в общем даже эти ребята используют то что они использовали несколько раз в течение нескольких лет а что это дает кроме вот возможности рассказывать клевые истории потом вот к этому к этому к этому к этому от двигаемся когда мы говорим о злоумышленнике который переиспользует свое по он также переиспользует в общем то те механизмы те тактике которым он следует то есть обычно в рамках таргетирована атаки злоумышленники переиспользуют методы проникновения в организацию если они начинали с рассылок с определенным не знаю фишинга и вардовым документом который использовал sehen и эксплойты скорее всего они попытаются использовать еще раз использовать те же самые методологии еще раз и И когда мы сталкиваемся с новой атакой, если мы смогли сатрибутировать ее на какого-то известного эктора, мы сразу получаем огромное количество чтива о том, как обычно этот эктор себя ведет. Есть такая история, как Mitre Attack Framework. Это некая база данных, созданная организацией Mitre, описывающая методологию поведения злоумышленников, описывающая те самые техники, тактики и процедуры, которые злоумышленники используют. И когда ты сталкиваешься с каким-то неизвестным эктором, ты совершенно не понимаешь, чего от него ожидать. Когда ты сталкиваешься с определенным эктором, когда ты столкнулся с атакой, которая уже была описана, ты начинаешь примерно представлять, с чем ты столкнешься. У тебя есть возможность провести тот же самый страдхантинг, у тебя есть возможность как-то скорректировать свои правила корреляции, у тебя есть возможность попытаться отловить именно этого злоумышленника. Проблема в том, что атрибуция обычно это процесс, который идет годами. То есть у нас есть наша исследовательская команда Great, Global Research and Analysis Tool, и они занимаются, в общем-то, расследованием тех самых таргетированных атак. И у нас есть истории, когда годами они изучали, не знаю, 10 несвязанных якобы между собой атак, а потом оказывалось, что это один и тот же злоумышленник, и, в общем-то, все взаимосвязано, они используют общую инфраструктуру. И если бы мы знали об этом тогда, несколько лет назад, мы бы смогли им противостоять намного быстрее, оперативнее и успешнее. То есть, например, у нас есть атака, которая называется «Семейство Ламбард». Это порядка 10, по-моему, или 10 плюс различных АПТ-атак, которые оказались все связаны между собой. Мы потратили 3 года на то, чтобы понять, что они между собой связаны. И, естественно, в этот момент команда задумалась, как бы этот процесс, в общем-то, оптимизировать. И, ну, задача, которая требует несколько месяцев, а то и лет, она должна быть как-то автоматизирована или упрощена. И на тот момент родилась идея с тем, что, чтобы использовать в рамках вот этой технологии атрибуции, собственно, изучать тот код, который злоумышленники пишут. И продукт, который у нас сейчас появился, называется «Attribution Engine», он родился из внутренней системы. Внутренняя система занималась чем? Она вытаскивала из сэмплов, которые у нас были, куски кода, которые мы назвали гены, складывала все в единую базу данных и давала этим генам некую репутацию. То есть, чем чаще мы встречали этот некий ген или кусок кода, тем больше у него был там рейтинг, и он был как-то атрибутирован к определенному эктору. В общем, по итогу мы получили систему, в которой можно загрузить сэмпл зловредного ПО, который будет порезан на вот эти вот гены, и по этим генам сравнить его с нашей огромной базой данных сэмплов АПТ. В случае какого-либо совпадения получить, в общем-то, в процентном соотношении, с какой вероятностью вот этот ваш новый сэмпл, он относится к эктору, о котором мы уже что-то знаем. Процесс атрибуции, конечно, это не для, скажем так, массового пользователя и не для массового даже сока. Это для тех ребят, которые сталкиваются непосредственно с таргетированными атаками, это для тех ребят, которые сталкиваются как минимум сэмплами из этих таргетированных атак. То есть в основном это все-таки государственные организации, это крупные банки, крупные финансовые организации, ну или дико огромный интерпрайс, который, в общем-то, является целью для таргетированных атак. Но мы с этим продуктом, с этой системой попытались сильно упростить им жизнь с точки зрения атрибуции. И, в общем-то, то, что мы делали годами, зачастую заказчики это даже не делают, запихнуть этот процесс буквально там в 5-10 минут, пока база данных в автоматическом режиме это все проанализирует. Понимаешь, на выходе у нас получился такой продукт, который занимается атрибуцией сэмплов по нашей довольно большой базе данных злоумышленников. Чё, Паш, возвращаюсь, наверное, к тебе, к тому, как это строится в процессе. Можно я еще с вопросиком вклинюсь? У меня, вернее, даже целых два. Мы изучили, да, у нас появились какие-то, значит, какая-то атрибуция, а вот взяли потом эти ловкие парни, в какой-то день выкинули свой продукт, да, и написали его заново. Не будет ли нам во вред, что мы будем продолжать пытаться вот их атрибутировать по старым признакам? Слушай, ну это нескончаемый процесс. Все eBay — это догонялки. И, естественно, заниматься только атрибуцией по старым каким-то данным — это неправильно. Но и также мы прекрасно понимаем, что у плохих парней, у них займет, в общем-то, не один день написать какое-то новое ПО хорошего качества, которое станет частью некой таргетированной атаки. Когда мы говорим о АПТ, это все-таки выверенные истории, которые готовятся не одну неделю. И вот у меня, пока я тебя слышал, возникло стойкое ощущение дежавю, потому что у нас во всех антивирусах уже много-много лет, как все, значит, вендоры хвастаются эвристическим анализом, его точностью и всем таким. Это другое или это примерно то же самое все-таки? Смотри, здесь это история не о детекте на основе поведения, не о детекте, он на основе анализа. Это история о детекте на основе похожести исходного кода одного объекта и второго. То есть здесь мы можем говорить не обязательно о зловредном ПО. Мы можем говорить здесь о легитимном ПО, который используется не по назначению. Мы можем здесь говорить о каких-то вещах, которые будут не продетектированы антивирусом. Все-таки тулкит таких хекторов включает в себя огромное количество различных тулов, и это не обязательно зловреды. А есть тут какой-нибудь пример с легитимным ПО? Интересно послушать. Паш, есть у тебя что-нибудь у меня такое? Ну, смотрите, сейчас очень активно используют, не знаю, PowerShell, Ser2Teal, такие вот легитимные админские тулзы, да, там что, NetSH, что-нибудь подобное. То есть заблокировать такую штуку автоматизированными средствами ты не можешь, потому что, ну, ни один вендор в здравом уме, он не будет блокировать легитимные средства админа. Это то, что разрешено, но ты можешь использовать тот же PowerShell или как-нибудь Ser2Teal или еще какие-то подобные инструменты совершенно вредоносным образом, написав скрипт правильный или зашифровав какой-нибудь файл с совершенно легитимными функциями шифрования. Поэтому здесь надо полагаться больше не на сигнатуры, не на репутацию, а на такую вручную написанную логику, которая основана на поведенческом анализе, на поведенческом экспертном анализе. То, что же говорил Саша атрибуция, это все-таки часть процесса ручного анализа какой-либо угрозы, какого-либо сэмпла. То есть, если дело дошло до атрибуции, значит, там, угроза серьезная и, значит, ты так или иначе уже задетектировал какой-либо инцидент. Сейчас пытаешься понять, насколько он критичный, насколько он серьезный, а самое главное, как на него следует реагировать. И это значит, что все твои средства автоматизированные, все твои средства безопасности автоматизированные, они не справились и этот инцидент пропустили, так или иначе. Ну, хорошо, а машин-леунингу, про который на каждом углу до сих пор говорят, ему есть место в СОКе с таким подходом или не надо все-таки? Да, конечно, мы уже об этом говорили. То есть, машин-леунинг – это все прекрасные истории, которые в основном возникают потому, что крайне не хватает грамотно квалифицированных людей, как в безопасности, так и в частности в качестве аналитиков СОК. И поэтому организации пытаются так или иначе автоматизировать процессы и заменить хотя бы частично людей роботами, грубо говоря, искусственным интеллектом, машин-леунингом и так далее, и так далее. Это все здорово, но, по моему мнению, по моему ощущению, займет какое-то время, чтобы все эти модели, все эти искусственные интеллекты, они вышли на такое плато продуктивности и могли выдавать все-таки результат, который не является в большей части false positive. Потому что сейчас машин-леунинг, он выдает очень много false positive и при этом требует еще частенько либо какой-то подстройки моделей, либо задания какого-то бейзлайна, который не всегда это возможно. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос, это вот от наших слушателей был. То есть вот все, что мы говорим, да, это получается, скажем так, защита периметра, там на эндпоинтах что-то происходит, да, а как обстоят дела с интеграцией в бизнес-системы? То есть, грубо говоря, отслеживание там в том же 1С и в САПе, чтобы никто там деньги налево не выводил или вот что-то такое? Ну, 1С или САП это может быть еще одним источником данных для SOC. И если организация понимает, что такие кейсы возможны, что эта угроза актуальна, то обязательно этот кейс должен быть описан. Описана детектирующая логика заранее, как его можно обнаружить. И должен быть описан респонс-план, план реагирования на подобного рода инциденты. Другое дело, что тут не надо путать SOC с таким антифрауд-центром, да, который это все-таки отдельная сущность, которая, например, в банках отслеживает мошеннические операции. Иногда они тоже используют СИЭМ, но все-таки организационно это совсем другая история. Ну, то есть, саму эту интеграцию получается, ну, то есть, это не надо как бы интегрировать полную, там, не знаю, поддержку по IP двух продуктов. Это вот уже конкретно люди на местах, не знаю, анализатор логов должны подкрутить, ну, грубо говоря. Любая система, она так или иначе, она же логи какие-то пишет, и большинство все-таки позволяют эти логи куда-то отправлять, там, по протоколам определенным. И, то есть, здесь достаточно просто, просто правильно эти логи на стороне СИЭМ распарсить, получить, нормализовать, распарсить и положить в базу данных. Интеграция по IP, она бывает нужна, если у вас более сложные кейсы, если вам, например, нужно, ну, как-то автоматически прореагировать или что-то изменить в системе, или получить информацию, которая в логе так или иначе не пишется. Да, тогда здесь, возможно, потребуется, там, интеграция по API, но, опять же, большинство, там, зрелых систем, тот же SAP, у них есть, так или иначе, API, который можно использовать. Ну, да, да. Слушайте, а вот как вообще вы думаете, ну, даже не думайте, это скорее, как вы это видите вокруг себя? То есть, у нас, бог с ним, именно вот у нас в России вообще компании дозрели уже до уровня соков, потому что это, как бы, затратно, да, и вот говорите, там, логи анализировать, еще что-то такое, а у нас ценность потери информации, ценность самой информации, пока понимают не все, и важность самого инфобеза. Ну, здесь, наверное, не соглашусь, очень сильно зависит от организации, и, опять же, например, те же банки, там достаточно очевидно, как ценность, точнее, ущерб от компрометации инфраструктуры, потому что это прямо напрямую деньги, да, которые могут из банка вывести. Да, и не только банки, на самом деле, в России тоже есть достаточно много организаций, которые доросли и уже построили достаточно зрелые соки, и процессы у них достаточно зрелые. Тут очень большой разброс, то есть, поэтому мы и говорили вначале об уровне зрелости, да, то есть, кому-то лучше сконцентрироваться на базовых вещах, на базовых средствах защиты, на каких-то автоматизированных средствах детектирования, реагирования, а кто-то уже этот момент перерос, и ему есть смысл уже обратить внимание на носоки. Здесь, ну, назвать какой-то такой тренд, что, допустим, организации какой-то отрасли более продвинуты, ну, обычно финансовые организации все-таки на таком печальном опыте частенько наращивают скиллы, наращивают экспертизу, и там ущерб очевиден, потеря денег. Ну, там информация равно деньги, это да? Хотел сказать, что некоторым же еще и государство сверху подсказывает, вспоминая вот критические инфраструктуры. Да, да, это тоже правда, то есть, есть нормативка, которая обязывает КИИ заниматься вопросами мониторинга, реагирования, инвентаризации, реагирования на инциденты и репорты инцидентов в головную организацию. Это, опять же, это общемировой тренд, в общем-то, мы здесь, кстати, не сильно отстаем, то есть, аналогичное законодательство, аналогичные процессы проходят в Европе, и там тоже далеко не все еще могут похвастаться тем, что они полностью соответствуют этим директивам Евросоюза. То есть, здесь мы, на самом деле, вот с точки зрения такой нормативки не сильно отстаем. Единственное, что не всегда реализация отвечает тем благим намерениям, которые, наверное, закладывались в эту нормативку. Иногда у нас просто некоторые организации просто очень буквально только ради соответствия комплайенса, а не обеспечения безопасности, выполняют эти требования, и тут, ну, вот это, конечно, печальный тренд. С какой-то стороны понятно почему, но иногда вот те самые требования, когда их выполнить просто буквально и дословно, и не заботя всего о реальной безопасности, они, скорее, не принесут какой-то реальной пользы. — Отлично. Так, и продолжая смотреть вопросы от слушателей, вот еще интересуются, что давайте предположим, что мы хотим сделать вот прям идеальный сок. Да, мы на себя забираем все средства защиты информации, мы внедряем EDR, у нас есть отличный, значит, CM. Это насколько может гарантировать вот стопроцентное детектирование? — Ну, как и любой вопрос с информационной безопасностью, ничто не может гарантировать 100% безопасности детектирования и так далее, и так далее. Любой вопрос и любые такие усилия — это всегда снижение риска чего-либо. И опять же тут, наверное, никто вам не назовет точных цифр для вашей конкретной организации, насколько снизится риск для вас, если вы внедрите, например, EDR. — Ну, смотри, вот у сетевиков, например, есть вот этот next-gen firewall, да, так называемые, которые там умные и разумные. Там, не знаю, у тех, кто занимается хранилищами, там есть всякие шифрования, как бы, и все прочее. Так нам в итоге это все надо будет в сок завести, чтобы вот прям вот по максимуму усилить, или так не работает? — Тут тоже, опять же, есть два подхода. Если мы говорим о том, какую информацию затягивать в сок и в CM, есть два подхода. Мы сначала затягиваем все, что можем, все, до чего руки дотянутся, и потом пытаемся с этим разобраться. Просто потому что мы не знаем, да, а что нам может понадобиться. И второй подход — мы все-таки идем от тех угроз, от тех сценариев реализации угроз, которые актуальны для нашей организации. Причем мы смотрим не на формальную какую-то модель угроз, которую пишут для встека, для регулирующих органов. Нет, мы все-таки пытаемся реально оценить и согласовать, что очень важно с бизнесом, а какие все-таки угрозы и как могут повлиять на наш бизнес. Какой ущерб могут принести? Насколько, что критичнее, да, что наиболее критично. И идем уже от этого. После этого мы понимаем, когда мы определились с кейсами, определились с угрозами, мы определяемся, а как мы можем их детектировать? И какие данные нам для этого понадобятся? Ну, условно, там, как мы можем детектировать самый простой brute force? Да, какие нам логи нужны? Брут force на сетевое устройство. Нам нужны логи с сетевого устройства, которые показывают количество успешных и неуспешных попыток доступа. Очень просто. Но есть, конечно, более сложные кейсы, и это просто для того, чтобы наиболее наглядно объяснить. Вот. И второй подход как раз заключается в том, что мы затягиваем сок FCM только те данные, которые необходимы для обнаружения вот этих кейсов. Честно говоря, мне второй подход ближе. Опять же, тут, знаешь, всегда надо смотреть на конкретную ситуацию. И если мы определили только каких-то два кейса и сознательно закрываем глаза на все остальное, ну, может быть, мы просто плохо сделали свою работу, и надо подумать еще. И всегда есть какие-то стандартные кейсы, которые актуальны для подавляющего большинства организаций. И, конечно, их тоже надо учитывать. — Хотел просто спросить, что вот уникальные случаи, да, это все правильно, это все замечательно, но можно ли создать вот такую коробочную версию SOC, которую, ну, не знаю, 70% компаний на рынке вот можно покупать и не думая? Или это каждый раз вот кастом будет? — Да, это каждый раз кастом будет. Однозначно нет. Нельзя создать такую коробочную версию. Просто потому, что это всегда очень индивидуальная история, которая зависит от ваших, от целей организации, от тех ресурсов, которые есть у организации, от того, насколько это, насколько организация готова вкладываться в людей и какую-то проводить такую долгосрочную политику развития SOC, персонала, вкладываться в дальнейшее, инвестировать в дальнейшее развитие технических средств. Тут очень-очень-очень много от чего зависит, и, ну, нельзя просто рекомендовать какой-то идеальный SOC организации, у которых, допустим, два человека, которые занимаются и безопасностью, и IT, и еще им повесили там функции SOC, дали кучу-кучу разного железа, кучу разного софта, и они абсолютно не представляют, что с этим делать и зачем им это нужно. Тут вот как раз момент, с которого мы начали, что в первую очередь, в первую очередь, и самое важное, это команда, это люди, персонал, и очень важно, чтобы персонал, у персонала, во-первых, было время на операционную деятельность, на работу SOC, второе, квалификация, чтобы им позволялось проходить и оплачивались тренинги, чтобы им давали время на развитие, и, конечно же, очень важно, чтобы при этом у них были релевантные инструменты для выполнения работы. Если говорить о инструментах, то, как я уже сказал, все-таки я считаю, что без CM средний статистический SOC все-таки не обойдется. Второй момент EDR, который существенно увеличивает визибилити, то, что видит SOC на эндпоинтах и существенно облегчает реагирование на такое централизованное в больших инфраструктурах, это Threat Intelligence, различные виды, как техническая, техническая Threat Intelligence, фиды, да, которые позволяют быстро детектировать на уровне сети, на уровне эндпоинтов различные вредоносы, так и аналитическая информация, это отчеты, это информация о тактиках, техниках, процедурах, которые используют злоумышленники. Ну, это, наверное, какие-то специализированные сэндбоксы, которые тоже позволяют быстро провести такой экспресс-анализ вредоносов. Ну, конечно же, вспомогательные системы, такие как системы регистрации учетов. Хорошо, если это какая-то специализированная ERP-система, которая позволяет кастомизировать ее под сок, но в целом можно обойтись и стандартной IT-шной сервис-деск системой. Все остальное это уже скорее такие, скажем, дополнения для тех сок, которые понимают, зачем им это нужно. Нужно куда-то расти. Да, Attribution Engine, какие-то системы реверс-энжиниринга, Malware, не у всех еще есть, скажем, специалисты, которые способны это делать, и не всем это нужно на самом деле. Как раз та функция, которую логично аутсорсить на специализированной организации. Ну, пожалуй, в двух словах это так. Здесь, наверное, еще, Саш, расскажешь про обучение персонала. Наверное, тоже важный момент. Ну да, на самом деле, одна из каких-то таких ключевых болей, которые есть сейчас во всем мире, это недостаток кадров в области информационной безопасности. И, в общем-то, есть два пути. Либо нанимать уже готовые дорогие кадры, либо взращивать их у себя и вкладываться в их образование, в их обучение, в их развитие. Есть, конечно, мнение, что все вложения в обучение сотрудников это вложения в своих конкурентов, куда они потом уйдут. Но далеко не всегда это актуально, конечно, не везде это так работает. В общем-то, на рынке сейчас есть огромный спектр возможностей, где, чему и как учиться, начиная от глобальных провайдеров вроде того же Sunsa. И у них есть курсы как по самому соку, по менеджменту, так и непосредственно по линиям. Курс по digital forensics, по малоранализу и так далее. Я, правда, слышал, что есть сейчас у российских заказчиков некие, скажем, геополитические проблемы с покупкой тренингов от Sunsa. Но не знаю, насколько это сейчас действительно актуально. Также есть российские поставщики, в том числе мы. Мы готовы учить, в общем-то, и специалистов в области анализа зловредного ПО, и специалистов в области цифровой криминалистики, специалистов в области расследования инцидентов. У нас это более такой практический подход. То есть люди, которые занимаются этим на ежедневной основе, они же преподают эти курсы. То есть это не нанятые тренеры, чья задача именно обучать, а это именно реальные специалисты в этих областях, которые готовы передавать свои знания в виде практических тренингов. Ну и для меня лично проблема с людьми, то есть проблема в том, что недостаток кадров, она, наверное, первоочередная сейчас на рынке. То есть ты можешь обложиться какими-либо, какими угодно крутыми технологиями, ты можешь нарисовать себе гениальные процессы, но без хорошей команды, без людей, в общем-то, сок твой не взлетит. Поэтому обучение — это то, на что стоит отдельно обратить внимание. Ну мы с этого как раз и начинали, что сок в первую очередь — это люди, значит, люди решают, и, соответственно, их, конечно же, надо учить. А как это вообще происходит? То есть, не знаю, вот человек хочет работать в соке, хочет стать крутым специалистом. Ему куда? Идти сначала на курсы, потом работать, или он там приходит по объявлению в какую-то компанию, и там его всего учат? Ну здесь, как обычно, лучше совмещать теорию с практикой, потому что если человек раньше не занимался вообще безопасностью или какими-то похожими, похожей операционной деятельностью, то, наверное, курс все-таки большой пользы ему не даст. А вот если у человека есть уже какой-то бэкграунд, какой-то опыт по расследованию инцидентов или по вообще в безопасности, практический опыт, тогда, конечно, материал курса, он очень хорошо вяжет на такой опыт. Ну и еще, пожалуй, если хочется начать в этом направлении, то лучший вариант – это пойти на первую линию какого-то действительно работающего сок, который создавался не ради комплайенса и ради какой-то… не ради того, чтобы на конференции сказать, что у нас есть сок, да, а ради какой-то практической цели, реальной безопасности, вот пойти на первую линию такого сок, постепенно получить необходимые знания, опыт. А в самом Касперском есть такая возможность? Допустим, человек хочет развиваться в эту сторону, но у него там есть какие-то знания, и он готов там за еду абстрактно работать. Потому что у нас, во-первых, довольно большое количество вакансий открыто, понятно, да, в общем-то мы довольно крупная компания и постоянно ищем себе новых сотрудников. И с точки зрения людей без опыта и студентов у нас есть огромное количество вакансий интернов, когда можно совмещать с учебой. И, в общем-то, по полдня получать эти навыки и огромное количество интернов, которые у нас стажируются, насколько я знаю, остаются потом работать уже после окончания университетов. Ну, я так понимаю, Антон именно к вам в коллеге в у нас собрался, все, соки строить хочет. Ну, что ты, что ты. Мы оставим ссылки, да, на программу стажировки, на программу вакансий, так что... Ну, вообще отлично. Так, ну что, коллеги, мы, насколько я могу судить, по плану прошли, замечательно прошли, но вопросы все ответили. Так что, если вы что-то хотите напоследок напутственно нашим слушателям сказать, сейчас самое время. Ну, я хочу сказать спасибо за такую возможность высказаться, высказать наш вижен на эту тему. Немножко, возможно, получилось от меня сумбурно, потому что тема на самом деле огромная, огромное количество нюансов. Все нюансы вот даже за два часа рассказать не получится. Поэтому, если захотите продолжить общение, то я думаю, что мы оставим контакты и можем продолжить общение уже по конкретным каким-то вашим целям построению сок в офлайн. А у вас там нету никаких там вебинарчиков, чего-нибудь такого на эту тему? Да есть, конечно, постоянно проводим. Ну, не всегда это звучит именно как сок. Мы все-таки стараемся их сужать тему до конкретной какой-то проблемы или какого-то продукта. Но решения, которые, например, CM, EDR, Attribution Engine, вот такие вебинары, они так или иначе затрагивают тему реагирования на инциденты, обнаружения инцидентов. Я думаю, что это близко. Ну, значит, страждущие найдут где послушать. Можно и еще раз к нам прийти и рассказать, допустим, про какую-нибудь интересную штуку. Да, с удовольствием. Я думаю, мы с радостью. Но от себя я хочу сказать еще раз, наверное, большое спасибо за приглашение. Я не подготовил какого-то большого финального напутствия для слушателей, поэтому всем спасибо. Не болейте. С нашей стороны большое спасибо гостям за отличный рассказ. Для тех, кто вдруг решил послушать прямой эфир буквально две минуты назад, только подсоединился. Это были представители компании Лаборатории Касперского. Беседовали мы с ними о том, что же такое сок. Они все очень здорово рассказали. Ждите скорой оффлайновой записи. И гостям еще раз большое спасибо. Коллегам большое спасибо. Все молодцы. Антон Музык. Антон Музык.